Добрый вечер! С вами Игорь Дорошенко, специально для Адмирал Маркетс. Сегодня в программе мы посмотрим, как повел себя рынок на прошлой неделе, что нам следует ожидать от рынка на предстающей неделе и, как обычно, рассмотрим акции, по которым были торговые идеи у нас на прошлой неделе, и я вам покажу пару новых торговых идей на эту неделю. Итак, начнем с обзора рынка. На прошлой неделе у нас, если мы посмотрим графики, рынки поднялись до хайов и, в принципе, консолидировались около хайов. Если мы посмотрим, все индексы торгуются около своих максимальных значений и, естественно, после того, как мы уже прошли, было такое небольшое ралли до этих уровней, естественно, мы с первого раза не смогли бы сразу пробить и пойти выше. Поэтому на данный момент у нас индексы консолидируются под уровнем сопротивления, который находится у максимальных значений индексов. И давайте посмотрим, как у нас выглядит моя матрица рынка. Здесь мы тоже видим, что сейчас нет единого согласия среди индикаторов. У нас WIX на прошлой неделе немножко поднялся выше 15-ти, стал красным в моей матрице. Так же, как и на прошлой неделе S&P чуть-чуть быстрее рос, чем индексы junk bonds. Ну и остальные индикаторы вроде как Bullish, тот же Industry Group и New High и New Low, лидирующие индикаторы, не предвидят сильного падения. Возможно, только краткосрочная коррекция, судя по этим индикаторам. Ну, то есть, здесь тоже, я бы так более сказал, такая нейтральная картинка, учитывая то, что мы торгуемся у локальных максимумов. Сейчас можно ожидать как небольшой коррекции, более глубокой коррекции, так и консолидации прямо под этим уровнем и пробитием его. Поэтому на этой неделе следует торговать осторожно, посмотреть, как разрешится эта ситуация и действовать в зависимости от этого. На прошлой неделе у нас также было заседание Федрезерва и мы видим, что оно не привело к каким-то значительно сильным движениям. Все ожидали понижения ставки, Федрезерв понизил ставку и немножко намекнули даже на новую программу Quantitative Easing. Теперь давайте перейдем к акциям и посмотрим, что у нас произошло с акциями, которые мы рассматривали на прошлой неделе. Начнем с акции Snapchat, тикер Snap. Если мы посмотрим на дневной график, то мы видим, что на прошлой неделе у нас акция неплохо выросла, на недельном графике у нас все так же восходящий тренд. И я говорил на прошлой неделе, что если нам удастся удержаться выше этого уровня, то мы можем пойти выше. В принципе, мы видим, что акции Snapchat удалось закрепиться у этого уровня. И в последующие дни мы увидели неплохой рост и сейчас акция продолжает торговаться у максимума в предыдущей неделе, что может говорить о том, что акция не готова еще снижаться, корректироваться и тренд у нас может продолжиться. И здесь также может быть целью предыдущие локальные хаи, которые мы наблюдали здесь. Здесь, возможно, также 3-я в канал будет. Поэтому это также все еще интересная идея будет и на предстоящую неделю. Следующая акция, которую мы посмотрим, это акция Google. По Google я также ожидал продолжения движения наверх. Мы видим, что на недельном графике у нас скользящий средний раз тут, указывая на восходящий тренд. И на дневном графике мы видим, у нас есть уровень, который был сопротивлением, цена пробила и теперь консолидируется над этим уровнем. Я ожидал какой-нибудь коррекции поближе к скользящей средней. Прежде чем мы пойдем выше, в принципе, что-то подобное мы наблюдаем. Но коррекция происходит таким образом, что цена не снижается вниз непосредственно к скользящей средней, а движется в боковике и тем временем скользящая средняя подходит ближе к цене. То есть если мы также продолжим на этой неделе консолидироваться и упрямься в скользящую среднюю, то здесь может быть хорошая точка на лонг в акции Google. Поэтому прямого такого сигнала на прошлой неделе у нас не было. Стоит опять-таки продолжать наблюдать за акцией. И, возможно, уже на этой неделе появится хороший сигнал на вход. Следующая акция. Netflix. Netflix, как мы видим, не смог удержать важный уровень. Поддержки. На недельном графике мы видим, что несколько недель акция пыталась удержаться на этом уровне. И если бы она удержалась, я ожидал отскок от скользящей средней. Но мы видим, как на прошлой неделе мы сильно пробили этот уровень. Если мы посмотрим дневной график, то мы видим, что скользящая средняя выступила сопротивлением. Цена пыталась пойти выше. Даже здесь мы видим бар. Вроде как неплохо закрылся. Но в последующие дни цена опять спустилась к поддержке. И потом с гэпом вниз открылась и пошла ниже. Поэтому торговая идея не реализовалась в Netflix. И что было причиной такого падения? На самом деле все... Много компаний уже на рынке, которые связаны со стримингом контента в интернете. Помимо Netflix, вы знаете, Disney запускает тоже такую же услугу. Apple готовит что-то типа Apple TV. И также есть такая компания, как Roku. Стикером Roku тоже акция из этой отрасли. И если вы посмотрите на график Roku, как раз таки увидите, какой был у нас сильный восходящий тренд на недельном графике. Акция чуть выше 20 долларов стоила и поднялась до 170 долларов, после чего последовала резкая коррекция. Акция очень сильно откорректировалась. Сейчас скользящий средний на недельном графике. И возможно это также повлияло на акцию Netflix. Акция Roku тоже сейчас на самом деле выглядит интересно. Но я бы не стал ее покупать прямо сейчас так сразу. Мы видим на недельном графике у нас тренд все еще не нарушен. Мы можем здесь увидеть еще отскок. После такого сильного падения вероятность отскока довольно-таки высока. Но здесь может занять какое-то время формирование дна, прежде чем акция начнет отскакивать. Поэтому сейчас пока еще немножко рано говорить о сделке в этой акции. Но, как интересная торговая идея, может уже через неделю она появится в моем списке. Следующая акция, которую мы посмотрим, это акция Bidoo. В акции Bidoo я также ожидал отскока на недельном графике и на дневном графике. Если мы посмотрим, у нас акция из консолидации вышла наверх, стала корректироваться немножко. Я ожидал, что мы скорее всего, эта коррекция остановится где-нибудь здесь в районе, скользящий средний. И, возможно, образуется high-low, мы пойдем выше. Но мы видим, что этот сценарий тоже не реализовался. И акция у нас пошла ниже, пробила уровень. И сегодня тоже торгуется с гэпом вниз. И, в принципе, судя по всему, хочет снова протестировать вот эту вот поддержку, от которой она оттолкнулась в прошлый раз. Ну, на эту неделю я пока не вижу этой акции интересной идеи. Поэтому на эту неделю мы ее оставим. Акция Amazon. Акция Amazon также не сделала то, что мы от нее ожидали. Продолжает на дневном графике также торговаться в канале. На недельном графике ситуация тоже изменилась. Мы видим, что прошлая неделя у нас закрылась вниз. И скользящая средняя стала тоже указывать уже вниз, указывая на возможную смену тренда. Здесь я говорил о том, что я ожидал в начале недели, что акция, возможно, закрепится выше вот этого уровня. Здесь она у нас на позапрошлой неделе попыталась пробить этот уровень, не смогла. И на прошлой неделе она опять-таки не смогла пойти выше этого уровня, что было важным для того, чтобы искать здесь точку для входа в длинную позицию. Мы видим, что этот уровень уже высвободил как сопротивление. И акция у нас продолжает снижаться. Теперь на самом деле мне даже больше видится Amazon как кандидат на шорт, на короткую сделку. Но пока мы здесь еще торгуемся, опять-таки, в этом канале, мы видим, он довольно-таки сильный. И сопротивление, поддержка сдерживают. И плюс у нас здесь, вы видите, 200-дневная скользящая средняя. Вокруг нее очень часто цена акций может консолидироваться какое-то время. Поэтому в Амазоне на эту неделю тоже я пока не вижу хорошей торговой идеи. Надо посмотреть, как акция будет торговаться в этом коридоре и куда она в конце концов из него выйдет, вверх или вниз. И тогда, возможно, там уже будет интересная торговая идея. Акция следующая, которую мы посмотрим, акция AMD. И по акции AMD также не получилось то, что от нее ожидалось. Он также продолжает консолидироваться. В таком канале. На недельном графике здесь все еще восходящий тренд. Вы видите, как на последних неделях, насколько сузился диапазон, насколько упала волатильность в этой акции. Это указывает на то, что в какой-то момент у нас будет сильный всплеск волатильности. На рынке всегда высокая волатильность чередуется с низкой. И после такой узкой консолидации акция может выстрелить как вверх, так и вниз. На мой взгляд, более вероятно, что это будет по тренду, в сторону тренда. Чаще всего такие выходы бывают вверх. Но здесь тоже опять-таки будет зависеть, я думаю, от рынка. Если весь рынок пойдет у нас вниз, то акция AMD нам вряд ли получится выстрелить выше. Если мы посмотрим дневной график, на самом деле, как я говорил на прошлой неделе, я ожидал, что акция удастся закрепиться выше скользящих средних. Мы видим, что это не удалось. Всю неделю мы торговались под скользящей средней. Сегодня также. Поэтому это не сигнал, не признак сильной акции, а скорее даже наоборот. Поэтому здесь торговая идея не реализовалась. И на этой неделе, ну в принципе, как и Amazon, я думаю, тоже пока она в канале и в такой узкой консолидации, надо все-таки подождать, посмотреть, в какую сторону выйдет, и тогда уже пойти вместе с сильным движением. По акции AMD, также если мы посмотрим... посмотрим недельный график, то мы увидим, что на самом деле у нас для того, чтобы войти в лонг, у нас импульс должен был поменять цвет с красного. В одном из предыдущих видео я рассказывал об импульсной системе Александра Элдера. И в этой ситуации с акцией AMD эта система как раз-таки помогла не входить в сделку раньше времени. То есть ожидая движения наверх, я следил также за недельным импульсом. И мы, как видим, он продолжает быть красным, то есть запрещая входить в длинную позицию. И на дневном графике мы видим ситуацию сегодня чуть получше, импульс синий. Но условие для входа в длинную позицию заключается в том, чтобы оба графика и недельный, и дневной разрешали импульсом открывать позицию. Поэтому импульсная система в очередной раз помогла не входить в позицию раньше времени. То есть даже если здесь мы видим у нас в принципе вроде как хорошо уже начинал выглядеть график. Можно было ожидать, что цена вот-вот закрепится и пойдет выше. Но надо было ждать, пока импульс в недельном графике не поменяет свой цвет. И этого не произошло, и поэтому не было входа. И мы видим, что всю оставшуюся неделю у нас акция тоже снижалась. Если бы здесь мы вошли в эту позицию, то получили бы, возможно, убыток. Так этого удалось избежать. Давайте посмотрим теперь, как у нас прошла сделка с BlackBerry. Это сделка, которую я торговал на SpikeTrade на своем личном счете. И также на платформе MetaTrader на счете Admiral Invest, на котором можно торговать акции. Я совершил эту сделку. Напомню, что эту сделку мы проводили две недели. У нас был хороший паттерн на недельном графике. Дивергенции, двойное одно, хорошая поддержка. И отскок цены к скользящей средней. И на дневном графике у нас также была хорошая поддержка, дивергенции. И здесь цена образовала так называемый First Higher Low, первый более высокий низ. И как прошла у нас эта сделка? В прошлом видео я говорил, что мы вошли по цене 7 долларов. И продолжали. Если мы перейдем на часовой график. Вход у нас был по цене 7 долларов. Лимитным ордером здесь. Акция хорошо выросла. В этой сделке я немножко пожадничал. На самом деле изначально у меня стоял Take Profit на 7,70. Но видя, как хорошо цена идет, я передвинул его чуть-чуть повыше на уровень 7,80. Думая, что цена может в моменте дотронуться до этого уровня. И как это часто бывает, немножко пожадничал. И в итоге пришлось наоборот отдать чуть-чуть прибыли. Мы видим, что акция так и не дошла до этого уровня. Откорректировалась. Была еще одна попытка. Опять-таки 7,70 выступило сопротивлением. И дальше у нас пошло снижение. Но дальше я уже не стал ждать. И на уровне 7,51 я вышел из сделки. Это была среда. Как раз-таки перед заседанием Федрезерва. То есть от заседания Федрезерва можно было ожидать каких-нибудь сюрпризов. Акция могла вместе с рынком как-нибудь резко отреагировать. И могла пойти еще ниже. Плюс по акции BlackBerry у нас ожидается отчет на этой неделе. Если мы посмотрим, то 24 сентября перед открытием рынка у нас будет отчет. И вот здесь вид на earnings 24 сентября. И соответственно за неделю до отчета тоже в компании иногда бывает, что выпускают заранее какие-то данные. В общем, это такая территория, когда уже более рискованно сидеть в акции, если она технически не очень сильно выглядит. Еще к тому же, что в принципе и было с акцией BlackBerry. И как мы видим, после выхода в принципе акция у нас осталась двигаться в таком же коридоре. Мы видим на дневном графике мы никуда сильно не ушли. Продолжаем двигаться. И я думаю, что вплоть до оглашения результатов, возможно, акция тут продолжит оставаться у текущих уровнях. И уже потом в зависимости от результатов она определится с направлением. Если будут хорошие результаты, мы можем увидеть продолжение ралли. А если будут плохие результаты, то акция может просесть. Ну, тем не менее, здесь вы можете посмотреть, какой у нас оказался результат сделки. Вход был по 7.20, выход по 7.51 и удалось заработать почти 350 долларов на этой сделке. Очень неплохо. Изначальный риск был 1% от счета. то есть здесь на демо-счете у нас счет 20 тысяч и с учетом прибыли у нас получилось почти 2 к 1 чуть поменьше. Очень неплохая сделка. Давайте теперь посмотрим, что у нас есть из новых интересных идей на текущую неделю. Одна такая акция это акция окта тикер окей TTA. И здесь у нас ситуация чем-то похожа с акцией ROKU, которую я вам до этого показывал. Вы тоже видите, как акция очень сильно выросла, она торговалась тоже в районе 20 долларов, выросла до почти 140 долларов, после чего откорректировалась. И мы видим это сильное падение тоже на дневном графике. и как вы видите, так же как в акции ROKU, у нас было сильное падение, и видите, что моментально сразу отскока не было, акция какое-то время еще консолидировалась, пока еще слабые игроки продавали свои акции на низких уровнях, и сильные игроки уже потихоньку накапливают, и в принципе в этих уровнях они могут еще поддержать акцию, пока не накопится достаточная позиция, и потом возможно мы можем увидеть еще хороший отскок после такого падения, так как недельный график выглядит довольно-таки сильно, мы можем отскочить как скользящий средний, так и попробовать выше, на дневном графике первая цель конечно скользящая средняя, и потом возможно вот этот уровень, который я здесь нарисовал, который мы пробили, акция может протестировать его как сопротивление, и в этой акции так же как и с AMD следует конечно же следить за тем, что показывает импульс, если мы посмотрим на недельном графике, импульс он еще у нас красный, то есть пока что еще рано входить в эту сделку, надо следить, когда импульс перестанет быть красным, то есть станет синим или зеленым, и на дневном графике мы видим, что уже импульс синий, акция консолидируется, нашла поддержку около 200 дневной скользящей средней, если у нас недельный импульс поменяет цвет, и на дневном графике образуется интересный паттерн, то мы можем неплохо отскочить повыше. Поэтому следить за импульсом, я также буду следить и смотреть, будет ли здесь интересная потенциальная сделка. акция, которую выбрала для торговли на Spike Trade на этой неделе, это акция стикером GILD. GILD, Gilead Sciences, если мы посмотрим недельный график, выглядит очень интересно, у нас уже очень долгое время, акция в принципе с прошлого года, уже с ноября, после снижения акция тоже очень хорошо выросла, если мы посмотрим более длинный месячный график, вы видите, как акция тоже очень сильно выросла с 20 долларов до 120 и теперь откорректировалась на 50% до уровня 60 и здесь вы видите, даже на месячном графике видно, что около уровня 60 у нас очень сильная поддержка в этой акции и здесь это видно на недельном графике, вы видите, что последний раз у нас снижение остановилось уже даже чуть выше на уровне чем раньше, и здесь мы также видим уже дивергенции и можно ожидать, что здесь вы видите также канал, что возможно мы можем пойти выше к верхней границе этого канала и на дневном графике также хороший паттерн, видим здесь поддержку дивергенции после которых последовало ралли и потом коррекция в зону скользящих средних сегодня мы видим акция снижается опять-таки скользящим средним если у нас акция сможет закрепиться около этого уровня поддержки здесь мы видим район 65 около 65 если у нас акция здесь закрепится образует опять-таки мой любимый паттерн first higher low и начнет двигаться выше это будет очень интересная сделка если мы опять-таки вернемся к импульсной системе и посмотрим как у нас акция Gillette выглядит на недельном графике сначала мы видим что импульс уже на прошлой неделе был зеленый сейчас синий то есть длинные позиции разрешены на дневном графике мы видим что сегодняшним снижением у нас импульс стал уже красным поэтому сейчас рано входить в позицию и как я говорил стоит последить сможет ли акция удержать этот уровень если сможет импульс на дневном графике станет синим или опять зеленым образуется триггер на часовике то здесь мы можем увидеть хорошее продолжение роста на сегодня это все увидимся с вами на следующей неделе и всем хороших сделок до свидания до свидания до свидания